Усьёна в гостях со счётом 1-0, Спартак получил перед ответной встречей неплохое преимущество. Понимая, что обыграть москвичей на их поле будет весьма и весьма трудно, руководители швейцарского клуба попытались одержать победу над Спартаком в околофутбольных играх. Собравшись на стадионе локомотив зрителей, вынуждены были лишних полчаса под проливным дождём ожидать начала матча. Только потому, что президенту Сьёна Кринстиану Константену показалось, что ворота на черкизовской арене не соответствуют общепринятым стандартам. Вопреки всяким правилам и нормам, перед самой игрой состоялась церемония обмера ворот, и хотя их размеры действительно немного отличались от обычных, делегат Уефа Паула Казарин разрешил проводить матч. Всё происшедшее явилось для спартаковцев в полной неожиданности и совершенно выбило их из колеи. Уже на четвёртой минуте они пропустили мяч от нападающего лота, выходца из Замбии. И счёт таким образом по сумме двух матчей сравнялся, но ненадолго. Прошло всего 15 минут, и спартаковский нападающий Александр Ширко, получив хороший пас справа от Егора Титова, головой послал мяч в сетку ворот Баррера. 1-1. В дальнейшем превосходство Спартака становилось всё ощутимее. Выгодные возможности упустили Бузникин, Титов, Кеченов, Тихонов. Однако в детстве их москвичей проглядывала некоторая нервозность, которая мешала им развить успех. И всё-таки на 54-й минуте лучший футболист России прошлого года Дмитрий Оленичев забил второй мяч. И болельщики вздохнули с облегчением. Не верилось, что Спартак растеряет столь солидное преимущество. Спартаковцев ещё были возможности для взятия ворот, но они оказались неиспользованными. Всё, что удалось швейцарцам, это сравнять счёт на 73-й минуте усилиями всё того же Лоты. 2-2 и Спартак проходят дальше? Нет, швейцарцы подали протест на результат матча, и через две недели соперникам по решению УЕФА пришлось встретиться вновь.